Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1365. Тема «Разбор выступлений Архимандрита Амвросия Юрасова». Вопрос 201-203. Влияет ли кремирование тела на участь души в загробном мире? Полезно ли неверующему человеку перед смертью тяжкая болезнь? Отвечает Амвросий Юрасов. Кремирование – это языческий ритуал. Для человека не церковного провозвещает вечный адский огонь. В Киеве привезли покойника к храму и священнику говорят «Батюшка, он никогда в церковь не ходил, Богу не молился, никогда не каялся и просил в церкви не отпевать и по православному чину не хоронить. Он верил только в Ленина и просил на кладбище на памятник поставить звезду, а мы все же хотели бы его отпеть. Как нам быть?» Батюшка улыбнулся и сказал «Здесь недалеко памятник Ленину, поскольку он любил его. Обнесите гроб три раза вокруг памятника и трижды стукните об памятник. Это и будет ему отпевание по его вере, а мы отпеваем только православных». Какая награда коммунистам? Они храмы уничтожали, монастыри, шли против Бога. Вроде бы многим странам помогали, но цель была одна – утвердить свою идеологию по всем странам. Страны перешли к другой власти. Их народы возненавидели прежнюю власть за ее безбожную пропаганду, потому что она несла смерть людям. «А теперь плоды безбожия мы пожинаем, и плоды горькие. Даже природа их вынести не может. Все чаще смерчи, землетрясения, катастрофы». Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. «О коммунистах все ясно и понятно, но то, что верующие такого человека несут в храм, этого автор книги будто и не видит, что это означает. А в этом-то вся и суть, как пишет Солженицын. С голоду едят этих тритонов, вмороженных в лед, как голодные зыки». «Благодаря тому, что нет проповеди Евангелия, нет веры евангельской, люди ничего не знают о том, что за их грехи на Голговском кресте Иисус Христос, Сын Божий, пролил свою причистую кровь. И что Он не просто Спаситель мира, как знают православные, но именно Твой, лично Твой, лично за Тебя умерший, лично за Тебя проливший свою причистую кровь для омытия Твоих грехов. «Лично Твое место Он занял на кресте за все Твои грехи. Ни разу нигде Отец Амвросий об этом не говорит, да и не знает, судя по всему. У него спасение, как у истового старовера в исповеди и в причастии. Это чисто по-сектански вырвать отдельные стихи и выстрелить в нужном направлении». Этого безбожника Ленинца, судя по вопросам, принесли люди верующие по любви к умершему, к церкви и к батюшке. Здесь все сходится с концепцией спасения по-юрасовски. «Редко бы какой батюшка не взялся бы отпевать, значит, среди невозрожденных Амвросий не худший, хотя бы одному отказал». Иоанн Златоуст постоянно убеждает своих слушателей усваивать жертву Христа как лично Твоего Спасителя и зовет не к причастию, а ко Христу. Все православные храмы сегодня уподобились публичным моргам, в которые приносят всех. Все цыгане, рэкетиры, правители, все православные. Создана совершенно новая религия, которая ни к чему не обязывает человека. Теоретически, кроме нравственной жизни, и, конечно, ни в какой рай не вводит. Мы пытались узнавать от получивших за деньги крещения в барнаворских храмах, в новосибирских, тобольских и других, для чего они крестились и что получили и что произошло. Ни один из пятидесяти в кавычках крещенных ответить не смог. Ни один. И о чем бы вы ни говорили, Отец Самвросий, какой вопрос бы вам не задавали, в ваших ответах всегда тянет мертвичиной, а не воскресением из мертвых. Вы ни одного человека не направляете прямо ко Христу, а гоните к храму, к себе. Разве один человек мог бы так придумать сам, скрыть Христа и Евангелие? Столетия и тысячелетия в этом направлении гнали. А теперь говорить об этом попробуй. Тут тебе и анафема, и крамола приписано будет. Опять дорога. Мы всегда в пути. Я знаю, сколько прошагал и сколько прожил. А сколько предстоит еще пройти? Не знаешь ты. И я не знаю тоже. Опять дорога. Вечно мы в пути. Я вижу цель. Она всего дороже. Осуждено ли до нее дойти? Не знаешь ты. И я не знаю тоже. Расул Гамзатов. Продолжение следует... Продолжение следует...